Друзья, это видео о животном птице Гуахара. Гуахара или жиряк, или жирный козадой, так еще ее называют. Это вид крупных ночных птиц из отрада козадообразных. Вид выделяют в монотипичное семейство. Гуахара впервые была описана в 1817 году Александром фон Гумбольтом из пещеры Гуачара Венусселла. Видовой эпитет бинамиального названия означает «карибский», то есть из города Карипе, Венуссуэле, возле которого находится пещера, а родовое название означает «жирная птица». Гуахара размером с курицу, ее длина от клюва до хвоста около 45 сантиметров, размах крыльев до 91 сантиметра, вес около 500 грамм. Оперение плотное, каштаново-бурового цвета, с беловатыми пятнами, более заметными на верхних кроющих перьях крыльев. У птенцов оперение более темное, кофейного цвета, с белыми пятнами. Клюв крепкий, крючковидно загнутый на конце. Вокруг клюва длинные жесткие щетинки. Ноги сильные, пальцы с крупными когтями. Распространена птица гуахара в северной части Южной Америки. От Панамы и Колумбии до Венесуэлы, Гаяны, острова Тринидад, Эквадора, Бразилии, Перу и Боливии, где гнездится в больших пещерах, расположенных в труднодоступных влажных лесах. Иногда залетает в Коста-Рику, в Центральной Америке. Гуахара – колониальные птицы. Населяют пещеры, ориентируясь в темноте при помощи эхолокации. Эхолокация нужна гуахара для того, чтобы найти свои гнезда и места для отдыха. Летающая птица издает короткие серии высоких звуков, находящиеся в зоне восприятия человеческого уха с частотой порядка от 6 до 10 кГц. Интервалы между отдельными звуками составляют тысячные доли секунды. Птица немедленно воспринимает отражение этих звуков от стен и других препятствий и уверенно летит в темноте. Птицы осуществляют сезонные кочевки, перемещаясь от пещер, где она размножается в поисках фруктовых деревьев. Кормятся ночью в основном плодами пальм, содержащих большое количество масла, а также плодами деревьев семестра лавровых. В поисках пищи птицы вылетают из пещер около 18-19-30 часов вечера и возвращаются назад около 6 часов утра. За ночь в общей сложности могут пролететь расстояние около 100-150 километров. В период выкармливания птенцов родители по очереди сменяют друг друга в ночных вылетах, осуществляют до 5 вылетов за ночь. Пищу находят с помощью очень развитого обоняния. Переваривают только мякоть плодов, отрыгивая семена. Гнездица гуахара группами в пещерах, в которых обычно также обитают колонии летучих мышей. Гнезда строят из смеси, отрыгнутой мякоти плодов, семян и слюны. Гнездо гуахара устраивает на выступе или в нише стены, нередко под самым потолком. Оно представляет собой платформу шириной до 30 сантиметров с низкими стенками по краям. Поскольку пары постоянно занимают одни и те же гнезда, последние со временем приобретают форму конуса высотой до 20 сантиметров. Вкладки обычно от 2 до 4 яиц. Птенцы находятся в гнезде до 5 месяцев и сильно-сильно жиреют. Ежедневно они потребляют большое количество пищи, до четверти своего веса. На 10 неделе жизни вес птенца превосходит вес родителей на 50%, достигая 1 килограмма. В настоящее время большинство пещер, где находится гуахара, находятся под охраной национальных парков. Раньше, в частности в Боливии, местное население свободно охотилось на птиц в пещерах ради их вкусного и жирного мяса. Охотник добывал до 50 птиц за одну охоту. Жир птенцов вытапливали для использования в масляных лампах или фитилях для освещения. Гуахара больше времени, чем какая-либо другая птица, проводит в темноте. В глубине ее гнездовых пещер царит полный мрак. Но птица не испытывает от этого какого-либо затруднения, так как подобно гнездящимся в пещерах Индонезии стрижам Салангана из отряда длинокрылых, она способна, как я уже сказала, к эхолокации. Звуковые импульсы, которые посылает в темноте Гуахара, не ультразвуки, они находятся в пределах восприятия человеческого уха. Гуахара занесена в Красную книгу. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал! Субтитры создавал DimaTorzok